И еще о ситуации в Сирии. Сирийским властям и России пока в одиночку приходится восстанавливать Пальмиру. ЮНЕСКО не проявляет к разрушенным памятникам должного внимания, хотя они все разминированы. Что мешает равнодушие, нехватка средств или политика, выяснял на месте Александр Билибов. Когда посреди сирийской пустыни вдруг возникают античные колонны и арки, захватывает дух. Пальмира завораживает. Древний город, переживший не одно нашествие различных захватчиков и победивший само время. Сохранив свой облик, сквозь века и тысячелетия уже в наши дни столкнулся, пожалуй, с самым страшным для себя испытанием – варварством террористов псевдохалифата. Вот так сейчас выглядит знаменитый храм Верховного Божества Баала, которому поклонялись еще древние финикийцы. Но даже тех 300 тонн взрывчатки, что заложили здесь террористы, не хватило, чтобы полностью уничтожить творение древних. Часть храма и его внешние колонны остались в целости. Но, как говорят эксперты, восстановить их уже не удастся, в отличие от всей остальной Пальмиры. Правда, на это потребуется около 200 миллионов долларов, годы кропотливого труда и, конечно, участия всего мирового сообщества. Здесь уже давно все разминировано. Российские саперы убрали мины-ловушки, оставленные боевиками. Официальный Дамаск полностью гарантирует безопасность на месте международным экспертам. Но специалисты ЮНЕСКО, организации, список объектов всемирного наследия, которые Пальмира входит, сюда по-прежнему не торопятся. А ведь масштаб разрушений здесь колоссальный. От рук современных варваров пострадали и Триумфальная арка, и древний амфитеатр, и храм Баала Шамина. Список огромен. Мы постоянно слышим разговоры представителей стран ЕС о необходимости скорейшего восстановления Пальмиры. Они обещают помочь выделениям финансовой помощи и специалистами, но дальше разговоров дел не движется. Сюда, в Пальмиру, прилетели российские эксперты и политологи, чтобы разобраться, что мешает приступить к восстановлению самого знаменитого исторического объекта в Сирии. Если бы завтра, например, ЮНЕСКО даже не предоставило финансирования, а разрешило бы нормально работать с Сирией всем странам, в течение недели здесь находились бы крупнейшие вузы. Только ради тех открытий, которые здесь можно получить. Но сам факт того, что политика мешает именно культурному восстановлению уникального объекта на самом деле, это очень и очень трагично. А ведь ЮНЕСКО обещало сразу после освобождения и разминирования начать работы по восстановлению и реставрации памятников Пальмиры, привлечь к этому лучших специалистов с мировым именем. И вот уже два года, как все условия для этого созданы, но дальше слов дело пока не заходит. Поднимает шум по поводу, ну, якобы каких-то недостатков политического режима в Сирии, но к наследию ЮНЕСКО, к этой исторической жемчужине практически никакого внимания на это не обращают. Сирийским властям вместе с Россией приходится в одиночку фактически заниматься восстановлением и Пальмиры, и многого другого того, что вот варвары современности разрушили в Сирии. Сейчас начались переговоры с Эрмитажем. На первом этапе важно просто провести инвентаризацию уцелевшего. В ближайшее время в Сирию должны прилететь российские специалисты, которые создадут 3D-карту античного города. Александр Беливов, Сергей Елисеев и Андрей Юрчук. Вести из Пальмиры, Сирия.